Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братцы и сестры во Христе. Всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать по внутреннему человеку. Возраст совершенной невесты по образу совершенного нашего жениха Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, имя которому одно. Любовь, природа которого вечно, бессмертна и абсолютно свободна. И мы в абсолютной свободе и бессмертии можем уподобиться и усовершиться в его образ только в бесконечной жертве на абсолютной, отверженной любви к ближнему. Давайте помолимся нашему родителю, и я кое-что поговорю. Господь мой и Бог, любовь наша, Иисус Христос, родитель наш заботливый, слава тебе, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благодарю тебя, Господи, за все, за всю любовь твою, слава тебе, Боже наш, слава тебе, за все, что подаешь навсегда. Все потребное для жизни, радости и веселья, для счастья, для блаженства и для святой совершенной жизни в любви к ближнему. Спасибо тебе, Господи, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благослови эту трансляцию, уста говорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих. И да прославишься ты, пришедший в плоти, Господь мой и Бог, любовь наша. И узрит всякая плоть, Господи, через эту трансляцию воплощение Твое, в кресте Твое, в любовь Твою, а воскресение Твое, слава и величие, но главное, Божество Твое, а вознесение Твое во плоти и в небеса, свобода Твое, дарованную нам от начала времен и каждому человеку от рождения. Слава тебе, Господь, Господь, Иисус Христос, Бог, любовь всегда был, есть и будет посреди нас. Я тут выехал на гору, вчера пешачком на нее ходил, сейчас на своем супер-байке доехал и хотел бы с вами кое-что поговорить. Ролик будет называться, ну, скорее всего, церковь-организация, это хорошо. И культ и система, это плохо. Я, кстати, хотел вам, кстати, вот мой байк, на который у меня приехал, ну, вы с ним уже знакомы, я записывал на него, вы поняли, да, кто нет, по ссылочке сможете посмотреть. Я хотел погулять, показать вам гору нашу, вот, такая будет свободная трансляция. Вот, видите, какие просторы. Там сегодня пасмурно, хорошо, так что видео не должно быть засвеченным. Вот, и мы с вами будем гулять, я вам кое-что покажу. Я надеюсь, конечно, экран будет не сильно дергаться. Вот так вот несу, посмотрим. Что я хотел сказать-то? Вот я хотел просто, может быть, объясниться отчасти. Вы же знаете, я часто употребляю слово «система», да его многие люди употребляют. И я хотел бы внести некоторую ясность, что я, не важно, что другие подразумевают, я хочу, чтобы люди, слушающие меня, братья и сестры, конечно же, понимали, что я под этим имею в виду. Как я на это смотрю, что я об этом думаю. Ну, в принципе, я затрону все тогда вопросы, и церковь, и культ, и система, и организация. Все это абсолютно разные слова. Я сначала думал записать ролик только «организация, система», но все-таки куда мы денемся без церкви божьей и без культа, да, никуда. И вот начнем с церкви. Церковь, вы прекрасно знаете, что это живые камни Дома Божьего и Царственное Священство, люди, взятые в удел, народ Божий. Это все мы с вами, кто исповедует Иисуса Христа, то есть помазанного Спасителя, Сыном Божьим. Сам Господь об этом в 16 главе от Матфея, ну, естественно, в параллельных местах синоптиков, об этом сказал. Поэтому все эти толки, перетолки, где границы церкви, они очевидны, их оставил сам Господь. И границы церкви там, за пределами этого исповедания. Тот, кто исповедует Иисуса Христа, сам Господь. Читайтесь внимательно. Я, может быть, даже на экране помещу. Это 16 глава, я не помню, там с 16... 16.16 я помню точно, это где Петр говорит, по-моему, так, что ты Иисус Христос, то есть Спаситель, помазанный, долгожданный Мессием Ишиах, то есть по Ишуам Ишиах, то есть Иисус Христос, или по-русски Помазанный Спаситель, и ты есть Сын Божий. Все, это исповедание и есть граница. За этой границей нехристы, антихристы, как их только не называют, лжеучителя, кто учит противному, и лжепророки в народе, как по Петру, да, по апостолам Богослову, по Иуде, там, это антихристы, вот, это те, кто так учит противоположным. Кто так учит? Это учителя, Христовы, наставники, и те, кто так исповедует, это есть дети Божьи, народ святой, люди взятые в удел, царственное священство, это есть христиане, это есть члены Его Божественного Тела, из которого все мы составляем одно тело. И узами, которыми, как Петр говорит, мы связываемся, узами любви. Узами любви. Только эта сила, которой есть Божество, и она все мироздание создала, привела в бытие, его держит, и им все поглотит. И только благодаря силе любви люди живут до сих пор, потому что эта любовь есть. Есть ни кругом, ни одни антихристы и изверги. Есть и много-много-много детей Божьих. Еще вам панорамку покажу. Вон она какая у нас. Вон он, наш знаменитый Шипов лес. Видите, целая гора, он вот там вот. То есть я живу прям... И тут такое возвышение. А живу я... Вон он, храм, вы, наверное, видите, да? Вот он, купол. Вон мой домик, прямо рядом. Я же в центре живу. Вон кто-то там что-то зажег. А вот целые поля заливные. Ну и вон наш знаменитый... Тоже один из знаменитых воронежских лесов. Шипов лес. А тут типа такой горы как бы. То есть по сути мы в такой небольшой низинке. Вот. Вон он, он лесочек. Вон красота какая. Вот. Поэтому с церковью мы определились. Я думаю, вы теперь все понимаете. И со всеми этими, кто там друг другу глотки дерет. Вот из своих культов, которые мы сейчас и переходим. Я надеюсь, что вы, брать сестру, умнее. Давно родились свыше. И понимаете, что любой человек... Я вам скажу, что даже свидетели Иегова, которых я раньше отделял от церкви тоже. Ну, в своем сознании. Вы знаете, большой вопрос, где они. Достаточно, что они исповедуют Иисуса Христа, Сыном Божьим. Сам Господь об этом сказал. Поэтому, кто... Конечно, у них есть внутри серьезные проблемы. Которые для меня просто загадка. Как можно не любить ближнего. Любя Бога, да. Любя Христа. Потому что какое у них отношение к родственникам. Если в одной семье не исповедуют их конфессию. Вот сейчас мы к этому и перейдем. То они просто, как Господь правильно сказал. Вы готовы своим родителям сказать дар Богу, да, рака. И пошли-ка вы подальше. А я вот тут святой спасаюсь. Поэтому, конечно, для меня каждый там человек... Большой вопрос, спасен ли он или нет. И где он там вообще. И действительно принадлежит ли он телу духовному, Христу. Если в нем нет любви даже к своим собственным родственникам и друзьям. Только за то, что они не принадлежат к его культу. Вот это... Сейчас мы и перейдем именно к этому пониманию. Что же такое культ? Культ, во-первых, основан чистой воды на язычестве. Ну, естественно, культ и секта. Это для меня одни и те же слова. Просто культ это еще связан... Ну, слово культ означает внешнее. А секта, по сути, я беру как внутреннее. То есть культ, он там сопряжен со всеми этими внешними проявлениями. Рабствую немощным, как Павел сказал, вещественным началом мира. То есть камешком, животным и прочей-прочей. Божественной, конечно, материи. Но только не чтобы ей поклоняться. И духовно, как Павел сказал, получается, что такое секта. Это где... То есть порабощение человека по плоти, создание этих ложных святынь материальных и им поклонение. И наоборот, духовное порабощение. Это учение человеком. И вплоть до порабощения, естественно, поклонения самим человеком. Вот культ. Поэтому я называю культ. А в принципе, слово два, культ, секта, не знаю, какое еще тогда название. По сути, это язычество. Или я не знаю как. Или наоборот, секта в себя вмещает атрибутику культа внешнюю и внутреннюю какой-то. Хотя, я говорю, вот эти два разных слова, их лучше как-нибудь в одно совместить. Получает у нас на одной стороне, на одной стороне качели, или как это назвать-то, церковь. На другой стороне культ и секта. То есть, внешние и внутренние искажения истины. И, соответственно, рабство этой ложной истины. Вот что такое культ. И у нас есть опять, что я считаю добром, эта организация. Она абсолютно совместима церковью. И более того, как раз эта организация и есть внешнее проявление этой нашей церкви. Людей, членов церкви. А, ну, в принципе, да. И вот система. Тогда в систему просто входит вот это вот культ и секта. То есть, культовая культа, знаете, культура, внешнее проявление. Многие думают, и филологи считают, что слово культура как раз от слова культ произошло. То есть, внешнее проявление. И вот секта именно духовная. Все это вот тогда назовем и системой. Да, это, конечно, зло. И вот я сразу скажу тогда. Меня много раз говорили, что вот не надо, может быть, говорить. Вы знаете, когда я обижаю там какие-то конфессии, действительно. Помните, как там православных, кривославными называл, или кривославие, непревославие. Да, я обижал, меня Господь в сердце осуждал. Когда я просто говорю о конфессиях, меня никогда Господь не осуждал. Поэтому сейчас я тоже скажу. Вот. И Господь, я знаю, меня не осудит за это. Ортодоксию, что Востока, что Запада, понимаете, о чем я говорю, да? Ну, я говорю, ничего я тут скрывать не собираюсь. Это православие, католицизм. Я вообще не считаю за христианство. Если там дети божьи, я не знаю. Это каждый пусть рассуждает. Это я вам то, что, в принципе, пример сказал про свидетелей Еговы. Вроде бы, да, можно их по-внешнему считать членами церкви, потому что исповедуют Иисуса Христа Сыном Божьим. То есть, помазанного Спасителя, исповедуют Сыном Божьим. Да, но при этом их внутреннее вот это учение о любви к человеку никакого основания Евангелия не имеет. А значит, потому что Господь сказал, любящие меня, а раз они его любят, вроде как говорят, Бога через него, пусть там и Егову, то они должны любить ближнего. А это не любовь к ближнему, когда они готовы своих родителей бросить и родственников, друзей, детей на произвол судьбы только из-за того, что те не принимают вот эту вот именно их систему, которая состоит из культа и... Что я так говорил? И секты, да. То есть, внешнего и внутреннего порабощения человечества. Вот. Вот вам другой пейзажик, другая панорама. Чуть-чуть подальше я прошел. Видите, какая у нас тут... Вот он лес. Там. А вот она панорама. Деревенька. Здесь тишина и покой. Свобода! Во Христе Иисусе Господи нашим. Видите, можно поорать, покричать, расслабиться. Хотя я к этому не склонен. Вот. В принципе, башки-то у меня никогда не было. Я могу и себя там вновь поорать. Но зачем это надо? Вот. Поэтому вот та же самая ортодоксия. Я не считаю их абсолютно никакой, как таковой, церковью. Там, может быть, есть дети Божьи. Я не знаю. Это каждый человек при личной встрече и сам объявит, действительно, верует ли он во Христа и любит ли ближнего. И плюс его вера явится в его делах. А объясню, почему. Вот именно потому, что она не подходит под эту, где есть церковь и организация. Они подходят, где есть система, которая состоит из культа и секты. Потому что в основе там лежит вот это язычество. Вы прекрасно знаете, во что они превратили воспоминания обычного прощального ужина с Господом. Вот. Поэтому, конечно же, я вам всегда говорил, что я этого не принимал от начала, даже когда коснулся православия. Вот. И вот этот вот оккультизм страшный. Вот эта магия хлеба и вина, как я ее называю в некоторых роликах. Там, кто смотрел. По описанию сейчас пишу. Конечно же, я этого не принимаю. Это все. Павел не говорил, что великого благочестия тайна, что Бог стал хлебом и вином. Великого благочестия тайна, что Бог явился во плоти. Да. Это счастье для человека, что Бог личностный. Что его можно щупать, осязать, обонять. Как Иоанн Богослов говорил. Созерцать, слышать. Вот это счастье для христиан. Да, действительно. Тут, как Павел красиво сказал, беспрекословно, бесспорно. Не требует обсуждения, еще чего-то. Бог явил. И действительно, не то же беспрекословно, а еще и великое счастье, блаженство, быть христианином, зная, что Бог явился во плоти. Этот Бог – любовь. Этот Бог – Иисус Христос, который всегда будет с нами, с людьми, со всеми. Это счастье, иметь личностного Бога, любовь, а не какую-то брахму там или еще что-то, какую-то энергию, силу. Все это ерунда. А вот что Бог есть личность, Бог есть любовь – это вообще счастье для человека. Он уже никогда не одинок, он знает. Ну уж не говоря, что кто еще потом переживал Бога, такие как я. Вот, это вообще счастье. Вот, и тем более мы живем надеждой воскресенья, надеждой, ибо для нас жизнь Христос, а смерть приобретения. А почему? Да потому что разрешиться, то есть раздеться и быть со Христом, конечно же, несравненно лучше. Быть в раю, да еще и со Христом. Или наоборот, быть со Христом, точнее, да еще и в раю. Потому что со Христом лично я готов и в ад пойти. Куда он, туда и я. Поэтому, конечно, ортодоксия для меня – это вообще чистой воды язычества. Внутри есть дети божьи? Конечно, есть. Зачавшиеся, колеблющиеся, эмбрионы? Да, есть. В православии, в католицизме это безусловно есть. Подошел я опять к своему байку. Надо сумочку. Ложить. Вот. Ну, возьмем опять какие-нибудь... Ну, естественно, там секта полная. Это там, кто знает, какая там... Там не просто военная иерархия, дисциплина. Там тюремная. Я в тюрьме не сидел. И, кстати, в армии тоже не служил. По состоянию здоровья меня не взяли. Хотя я очень рвался. И даже на них обиделся, когда меня не взяли. Вот. Но друзья-то у меня и служили, и сидели, есть там знакомые. И, конечно, я в курсе, что там творится. Я, как понимаю, а работал я в всяких системах, заводах. И коснувшись ортодоксии, я понял, что это, наверное, скорее все ближе к какой-нибудь зоновской, конечно, дисциплине, чем даже к какой-нибудь мирской системе, организации. Вот. Кто знает это, что внутри иерархии и прочее, прочее. В общем, там все, кто знают, если есть определение секты, они абсолютно подходят под них. Поэтому тут даже разговаривать об этом нет никакого смысла. Церковь – это свобода во Христе. По духу. И вот, что мы касаемся. Поэтому теперь берем такие виды, как были там протестанты или еще кто-то. Причем всех мастей и видов, и направлений. Казалось бы, да, там минимум всего этого. Ну да, и, кстати, в ортодоксе фетиш. Что там еще? Идолопоклонство. Ну все, все, все. Вот это, конечно, беда. Естественно, в церкви такого быть не должно. У человека есть любовь, радость. Но у него нет страстей. А там, говорю, там фетиш. Идолопоклонство. Вот эта вся мерзость там со всеми этими трупами. Это вообще жуть. Казалось бы, вот возьмем протестантские направления. Они вроде бы попытались это отринуть. Ну и, как всегда, создали что? Не организацию просто, в которой дети божьи. Естественно, она организована как-то, эта церковь. Они создали систему. И по другим, соответственно, понятиям. По другим просто кое-каким критериям. Отвергнув там, допустим, оккультизм, да, фетиш и прочее, прочее. Но в оконцовке сваливается в ту же самую систему. Опять идет иерархия. Опять идет неравенство. Опять идет превозношение. Опять идет заповеди человеческие. Опять идут осуждения. И приписывание в грехах нарушения заповедей небожьих. То есть придумывание заповедей. Естественно, по этим заповедям суждений, естественно, придуманы грехи, которые грехами вообще не являются в своей сути. Протестантизм в это свалился прямо тут же, начиная с их основателей. Поэтому большой, кстати, у меня вопрос, были ли эти люди вообще рожденными свыше, как это все любят выдавать. Потому что рожденный свыше человек из одной системы в другую бы не свалился. На то он и рожденный, он облекается во Христа. А Христос был абсолютно свободен. И вы помните Павла, который ни на стопу ноги не подвигался, когда, ого, гору покосили, смотрю. Вчера даже не было. Наверное, вчера ездили. А нет, я сюда не заходил. Весь склон, видимо, убрали. Вот, я вам хочу с другой стороны показать. Немножко гуляю. Вот. Так что же такое организация? И что такое система? Уже берем. Ну, мы с церковью и с системой, как или с язычеством разобрались. В принципе, или это лучше сказать, конечно, есть церковь, а есть язычество. Скорее всего, вот так, да. То есть, есть церковь, есть язычество. Язычество внутри подразделяется вот на культ, внешнее проявление и секту, внутреннее, духовное, внутреннее составляющее. А уже, так скажем, ниже, вот когда я подразумеваю, это вот есть организация, это нормально, и есть система. В принципе, все эти слова разные, приблизительно смысл один тот же. Я попытаюсь объяснить, что я всегда подразумеваю, когда я там говорю системы или еще что-то. Кстати, вот она панорама немножко с другой стороны. Вот опять этот храм, я вон где-то вон там вот живу, рядышком, вон где дымятся. Ну и вот какая красотища, смотрите. Красота! Хорошо, что сегодня солнышка нет, то это прям здорово. Главное, дождь, но дождя, наверное, тоже не будет. Так что же такое организация? Я очень часто с братьями и сестрами беседую, действительно, с родными, любимыми, которые. Мы не спорим, ничего, но все равно многие из них находятся в системах. Я никогда их не осуждал, ни лично, ни в коем случае. Это дело лично каждого вообще, я считаю. Я вот свободен, как птица, и счастлив. Пожалуйста, если ты там счастлив, просто получается так, что я на свою свободу никогда не жалуюсь. Более того, всячески радуюсь всегда. То почему-то очень странно, что люди, да, меня пытаются переубедить, что культ это так здорово, или система, только потом все время жалуются на свой собственный культ. А в моей жизни только радость и счастье, потому что Господь освобождает тебя и по плоти от внешнего, и по духу от внутреннего, от греха. Ты веруешь только во Христа, тебе ничего не надо. Ты веруешь в Бога Иисуса Христа. Иисус Христос, вы помните, это Бог, любовь. Все, ты опоздал, ты освободился. Тебе больше не надо искать ни народную медицину, ни таблеточки, ни полезное питание. Тебе вообще ничего не надо. Ты просто живешь и все. У тебя что-то случилось, ты сразу к Богу обратился, Он тебе всегда поможет. Он тебя никогда не оставит. Он камни сделает хлебами, ты голодным не останешься. И камни не будет. С неба посыпется, вы прекрасно знаете, что это не афоризм, а реальные события, случившиеся давно-давно-давно, да, которые называются манна, манна небесная. Что такое организация? Это естественное проявление человеческой жизни. Поэтому когда они там начинают, ну а вот, сколько там, может быть некоторые братья меня смотрят, с кем общаемся, да, и они начинают, допустим, приводить добрые дела своей системы, да, и говорят, ну а вот это же как. Да я никогда, если ты не начинаешь добрые дела, даже система, а вот они там собрались, кормят нуждающих, голодных, там помогают нуждающимся, или идут там на проб. Да я говорю, я же не против, я же не сужу добрые дела-то. Я всегда говорю о системе арабской, от которой ты сам несчастлив. Это разные вещи. А что ты мне приводишь в укор как-то, добрые дела системы, что ли? Так я никогда в жизни их не осужу. Я людей-то не осуждаю даже, которые, допустим, злоба творили. На которые, возможно, послала бы их их система, да. Так я и... А уж тем более добрые дела. Каким образом я их осужу? Это что за ерунда? Нет. Вот. Организация это нормально. Вот мы все братья и сестры, мы христиане. Да. Мы договорились, что каждую субботу мы что-то делаем там, проповедуем. Каждое воскресенье мы собираемся, конечно, у нас есть помещение. Пожалуйста, культ воссооружения. Я не против. Сооружение, на котором крест. Это здорово. Это проповедь. Да, хорошо. Это все здорово. Я против чего? Что такое система? Когда сказали, что собираемся каждое воскресенье. И если ты не пришел в следующее воскресенье, тебе что сделали? Ты что делаешь? Ты каешься в этих грехах. Это не грех. Я хочу, хожу, хочу, нет. Другой я на месте организатора пастора, если кто-то пришел, я и говорю, он хочет, 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 ходит, хочет, нет. Понимаете? Он хочет, помогает, хочет, нет. Я, если говорю проповедь, и братья, сестры из тысячной толпы, кто-то, даже половина встала и ушла, да я слова не скажу. Да, братьям, сестрам скучно. Да, это проповедь уже повторяется. Я, может быть, тысячу раз говорил о любви. И они говорят, да, брат, мы все, слушали, пойдем мы друг с другом пообщаемся. Я скажу, братцы, да ради бога, пять дней в неделю работаешь, по воскресеньям раз в неделю съехались. Конечно же, вы понимаете, в чем беда системы? Это не место, где собираются христиане. Действительно, там дети, есть комната детская, кто-то уже там на кухне готовит. Ему проповедь это не нужна, или там онлайн-трансляцию, он еще и на кухне тебя слушает, там камеру повесили, вебку, да, или еще что-то. Тем более, знаете, проблема в чем, что мы не умеем жить в современном мире. Надо учиться, адаптироваться. Действительно, современный мир. Кому сейчас нужны сильно эти проповеди, там, сели, вот там какой-то пастор, у которого, может, действительно, и даров-то особенно нет. И вот он там всем эту скукотищу льет, которую они уж тысячу раз слышали, что веру и все мы спасены. И вот все опять сидят, да, 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 кивают головами. А сами сидят, думают, как бы с братом пообщаться сейчас. А то сейчас это, потом то, все мы как заведенные машинки, пойдем из этого зала в тот, всех нас рассадят, неизвестно кого, с кем, никто с кем хочет, а опять по полочке всех посадят, как игрушки поставят. Потом мы пойдем туда делать, потом туда, и все как, все расписано по минутам. Братья, жить скучно. С ума можно сойти в такой системе. Вот что такое, и более того, тебе вменяют это в грех. Я уж молчу про ортодоксию, три раза не причастился. Все, ты изверженный с церкви. Где любовь? Где любовь Христова? Он ни от кого ничего не просил, никакой системы не создавал. Ни одного правила он не придумал. Ни одного. Ноль. Ноль. Где все это? Где Евангелие? Нету Евангелия. Давай там на апостола смотреть. Апостолы люди. Апостолы создавали эту систему. Все мы повинны во всем. Организация, система, разные вещи. Возможно, апостолы создавали организацию, а получилась опять система. Возможно, так было. Мы не знаем. Мы знаем, что Петр со всеми избранными и очень великими, и знаменитыми много-много лет вместе с Евангелиями проповедовали и принуждали соблюдать закон, закон, систему. Каким образом? Кто это им повелел делать? Никто. Они не могли отлепиться. Мы все время идеализируем все. Я говорю, Библию назвали Словом Божьим. Кто ее назвал Словом Божьим? Кто? На ней написана Библия. У каждой книги есть свой автор. На каком основании вы называете ее Словом Божьим? О, сказал Слово Божье, и все, у бабушки поджилки затряслись. Нет, там есть Слово Божье, есть. Обращенные конкретным людям, конкретным. С рассмотрением их надо, с рассмотрением. То, что сказано Давиду, это не значит, что это сказано тебе. Абсолютно нет. Учения из этого лепить тоже не надо. Это сказано Давиду, тому и тому, и я налепил свое учение. Нет. Это книги. Даже у Евангелия есть автор. У каждого послания есть автор. И заметьте, это люди. Заметьте, мы живем через 2000 лет после пришествия Христова. Все эти 2000 лет Евангелие, кто переписывал и Библию? Люди. Языки трансформировались, трансформировались. Мы что, все истины? Нет, не истины. Есть один грех. Не вере и не любовь. Ну, два. Один, по сути, вера от любви, она неотделима. По-настоящему человек может любить другого, только когда он верит в истину. А истина есть любовь. Это единственное твердое основание. На каком основании ему прощать ближнего? На каком основании он стерпит удар по лицу? Только на основании в том, что Бог есть любовь. Что я его образ и подобие, а значит, я должен поступать точно так же. Другой причиной, если я не положу этот камень основания, фундамент веры в свое мировоззрение, в свою жизнь, каким образом я буду соблюдать эти заповеди? Если я просто, да, не буду верить, мне доказать никто не может бессмертие, кроме того, что я опять умру, да, и не умру. Ты хоть тресни. Что Христос был на этой земле. Кто мне может доказать? Свидетельство веры, Иоанн Богослов сказал, заканчивая свое послание, в пятой главе, не помню какой стих, двенадцатый где-то там, в самом человеке, когда он говорит как раз про веру во Христа. Только. Ну и, соответственно, мы верим во что? Каждый верит в истину, он действительно на данный момент для себя считает истиной то, что он считает внутри себя. Все, ой, ты по себе меряешь. А почем еще мерить? У вас у кого-то есть другое свидетельство истины? Нет. Свидетельство истины только в тебе самом. Свет, который есть Бог, который есть свет, который есть свят, он просвещает всякого человека. И это семечко древа жизни, в нем от начала его рождения заложено Богом. Человек живет только потому, что он причастен Божеству. Только потому, что все вокруг – это Бог. Но все это вокруг не есть Бог, как говорили некоторые великие христиане. Бог – все вокруг, да, но все это еще не Бог. Это замудрая фраза, не обращайте на нее внимания. Надо жить в простоте. Веруй во Христа, Бога, любовь, и люби ближнего. Все. Простота, простота, которая не упразднится. Хоть все это Евангелие перепишутся, а жгут, эта простота детьми Божьими будет всегда нестись в мире. И мы знаем, что Евангелие будет и христианство, и дети Божьи, и церковь, настоящая, состоящая из детей Божьих, будет облеченная в солнце всегда, всегда она будет до последнего времени. А значит, ничто ее действительно никакие врата ада, только не эти культы. Эти культы, да, ад не то, что одолел, а оттуда прыщет, да, но бы эти надо врата закрыть, из которых весь этот ад со всеми своими легионами в Бесовы и со всех этих культов прыщет просто на детей Божьих. Вот бы с какой стороны бы этот ад запереть бы. Вот. Ну, я надеюсь, что дети Божьи веруют во Христа, как Павел говорит, возьмите щит веры, спокойно все это отражает, все это язычество под личиной христианства. Знаете, как все язычники, они любили в этих масках богов там плясать, прыгать. Вот я надеюсь, что вы не ведетесь на все эти языческие в масках там Христа, Девы Марии и прочих-прочих святых, так называемых. Большой вопрос. 95% там из них вообще святы неизбежит. Уж не говоря о том, что никто их лично не знал, все это давно байки и сказки переписаны и перемулеваны там от правды 1%. Вот что такое. Организация это нормально, братья и сестры. Вот мы, конечно же, мы договорились собираться. Но если мы не собрались, никто никого не судит. Никто никого не обвиняет ни в каких грехах, ибо никакого греха нету вне Евангелия. Если вы договорились по субботам вот собраться там, вы уже все собрались, и даже брат, который водитель, ответственный, у него там газель, и он не смог приехать, вы его не судите и не кричите ему, не устраивайте взбучку в следующую субботу. Почему ты не приехал? Ты нас подвел. Ты грешник. Окажите ему любовь. Вас Господь, значит, в этот день послал не голодных кормить, а показал вам, кто вы есть, если вы не способны были брата принять. Вы, во-первых, сначала узнаете, может, к нему действительно была серьезная причина, что он не приехал. Во-вторых, даже если он набухался и сидит дома, это не твоего ума дело. Ты погрешаешь внутри себя. Это не заповеди. Заповедь твоя к тебе относится. Ты должен любить, а не другого мозга учить ему, выправлять ему. Это никто тебе не заповедовал. Бог этого не делал. Он каждому подавал то, что нужно. Поэтому организация, это нормально. Но когда организационные моменты, даже какой-нибудь заведенный, я говорю, порядок или устав, устав это просто древнее слово, тоже по сути переведенное, порядок поручни, расписание, есть в организации, но если кто-то считает, что это заповеди Божьи, я так их по-прямому и называю, а не заповеди человеческие, в кавычках, потому что это даже вообще не заповеди, и потом кого-то они по ним судят, то есть думают, что это грехи, что это не угодно Богу. Вот это система. Это мое дело. Я могу год вообще не ходить в собрание. Я в себя ушел. Я, может быть, езжу ближним, помогаю в больнице. Может быть, у меня больной ребенок. Это никого колышать не должно. И тех, кто внутри, тоже не должно колышать. Единственная причина, по которой я могу позвонить брату и сказать, слушай, что ты не пришел, у тебя все в порядке, дорогой, тебе что-то нужно. Ты куда пропал? У тебя все хорошо. Вот это любовь. Вот это настоящая любовь. Брат, у тебя все хорошо. Да я, да, я там просто. Ну, слава Христу. Мы всегда тебя ждем. Вот она, любовь. Мы всегда тебя ждем. Христос, если вы знаете весь Ветхий Завет, Господь все время называет израильский народ одним любимым или нелюбимым словом. Не знаю, как правильно выразиться. Прелюбодейница моя, которая перед всеми ноги раздвигает. Ну, и там я не буду в подробностях узнать. Хотя у пророков такими откровенными словами все это написано, что я сам поражался. Господь всегда нас ждет. И он говорил, покайся, я тебя омою, очищу, исцелю, одену и приму. Это чудо божественной любви. Что мы видим в культах? Все ты сказал против системы, придуманных каких-то учений. Есть одно учение. Бог есть любовь. Этот Бог Иисус Христос. Поэтому ты человек, его образ, ты не какая-то скотинка. Ты не росточек. Ты Бог. И чадо Всевышнего ты. Дочь или сестра. Ой, дочь или сын. Но, как мы знаем, там уже не будет ни мужского, ни женского. Все мы дети Божьи. И все мы, соответственно, Боги. Потому что мы в образе подобия. Кого? Почему же мы не передаем значение этим величайшим словам? Как Господь сказал, вы не уразумели своего достоинства. Как он укорял и допотопный народ. Чести не уразумевал. И в Псалме писали. Честь надо уразуметь свою. Мы Боги и дети Всевышнего все мы. Братья, сестры, задумайтесь о том, кто мы. И не надо порабощаться снова, тем более после воплощения Христа. Вновь, как Павел прекрасно говорит, немощным, вещественным началом мира. Камешком, кирпичиком, всякой-всякой чепухне, которая вся создана для жизни, радости, веселья и благочестия. То есть употобления Богу в святости, которая в любви к ближнему. К ближнему. Ну и ко всему сотворенному, конечно же. Начиная со своего тела, со своей плоти. Вот. Кончая животным миром, растительным миром, ну и уж естественным миром разумным, миром людей и духов. Не надо там сатану проклинать во всех своих смертных грехах. Когда Ева проклинала сатану, не проклинала, а на него стрелы сводила за свои грехи, а Адам на Ева. Вы помните, как Господь послушал, послушал, как будто мимо ушей все пропустил и воздал каждому по делам его. Бог будет судить каждого по его делам любви и веры, но которая проявляется в уповании. Только за эти, за эти два греха Бог будет судить каждого по его делам вот этой вот нашей веры, которую мы приняли. Все, все отмазы, это не я, он сам пришел, да, помните, откуда это. Это все не катится. Откройте книгу, третью главу книги «Бытие» и прочитайте внимательно, как Господь отреагировал на отмазы Адама и Евы. Что он им сказал? Ничего. Послушал, послушал, покивал, покивал, так скажем, молча и воздал каждому по делам его. Адаму сказал, что будет проклята теперь земля за тебя и будешь в поте лица. Жене сказал, будешь в печали и скорби рожать детей твоих. Вот. Как это называется? Отехчающие обстоятельства? Сработали они? Нет. Нет. Никаких оттехчающих обстоятельств у нас не будет. Именно эта возможность падения, это же есть синоним свободы. У нас есть свобода. И что же это была бы за свободу, если бы мы не могли выбрать зло? Мы можем его выбрать. И эта свобода никогда не нарушима у человека. Даже после спасения по вере. Да. Ты можешь все равно грохнуться. И мы это в истории, кто знает историю христианства, прекрасно знают, кто знает историю Ветхого Завета, падали все и в Духе Святом. Начиная от Адама, который в абсолютном блаженстве пребывал и вокруг ничего не было, кончая тем же самым Давидом, Соломоном и всеми, всеми, всеми иезекиями, всеми пророками, все сваливались. Почитайте внимательно Ветхий Завет, почитайте внимательно историю новозаветного человечества, все вы там узнаете. Ну что, 40 минут, наговорился я. В принципе, все я сказал. То есть организация, хотя я так мало уделил, я хотел много что-то сказать. Организация, вы понимаете, это нормально. Если началась образовываться, как Господь церковь образует. Он сказал, идите проповедить, не человек строит церковь, Бог, не путайте эти слова в Евангелии. Я вот прям это, меня аж прям ревность съедает по такому искажению, когда не то, что дело не в дословном цитировании Писания, а когда смысл искажает в Писании, людям не заповедано строить церковь, Бог ее строит. Он сказал, я построю церковь, я созижду, неважно какое там слово, не путайте. Мы проповедуем Евангелие, которое в том, что Иисус Христос, Бог, любовь, и мы его расподобие, и мы любим друг друга, и любя друг друга, и проповедую. По сути, мы соучаствуем, конечно, и именно так Господь и строит церковь. Вот он родился, как Господь сказал, никто не может прийти ко мне, как только Отец, кого только Отец не привлечет. Вот если ты проповедуешь, что человека касается, это божественная истина, он кается, уверует, крестится, возможно, через некоторое время после борений и брожений рождается свыше, а не погибает эта семечка, это семя, не происходит выкидыша духовного внутреннего человека. Вот тогда эта церковь сама образуется, но сама в том плане, что ее Бог построил, потому что он коснулся этого человека. Ты, конечно же, в этом соучаствовал, шел, проповедовал, благовествовал, любил, что-то подал, возможно, этому человеку. Помните, как апостолы, они, помимо, как и Господь, помимо слова, всегда что-то подавали, какое-то доброе дело, исцелили, собирали подаяние, передавали, всегда помогали людям в каких-то ситуациях. Вера без дел мертва, вера светит вперед, еще слово делом, делом засвети, а потом еще и подтверди это словом. Так поступал Господь, так поступали его апостолы. Это очень важно понимать. Слово мы говорим там, где нет возможности дело сделать. Когда есть возможность, дело обязательно, иначе ты сам свою веру опорочишь. Вот и все. Вот понятно, я сейчас говорю, какое я еще доброе дело сделаю. Но когда ты в мире, ну или там даже в интернете, издалека к тебе вращаются, обязательно веру свою яви в своих делах. Иначе грош цена в твоей вере. И бесы веруют и трепещут. Ничего не дают. Вот. Организация это естественно. Люди начинают собираться. Я говорю, что-то там строят, даже эти дома. Я не против домов, домов молитвы. Храмов никаких не существует, оккультных. Дома молитвы могут быть, люди там собираются, естественно, это здорово. И слава Христу, пусть собираются. Не надо там те правила, те уставы. Любая свадьба, брачный пир, Господь сам его придумал на земле. Люди женятся. Есть тамада, есть организаторы, есть ответственные люди за то, за то, за то. Если он отвечает за квас, другой за машины, третий за платье, четвертый еще за что-то, это не значит, что один на другим превозносится. Это не значит, что он делает что-то великое. Он с радостью служит, он умывает ноги своим любящим братьям и сестрам. Что же этого непонятно? Естественно, хозяин этого брачного пира, родители, они кому будут поручать? Каждому в том, в чем он шарит. Они же не поручат ответственность быть за столом кому-нибудь, какому-нибудь дурачку, который ничего не соображает в этом. Скорее всего, если они знают, что там есть в окружении какой-нибудь шеф-повар, они ему поручат ответственность, вот что все, выбрать кафе, меню составить. Они доверяют, потому что человек в этом опытен. А у нас как в церкви, у него даров нету, его лишь бы руку положили. Может за деньги вообще, а может там по блату, а может еще как-то, а может по собственной дурости, по какому-то авторитету или даже по возрасту или еще что-то. А Бог как сказал? Не называйтесь сами, не называйтесь, и друг друга не называйте. Я, Бог поставляет одних в церкви, чем он сказал, дарами. Вы узнаете его по дарам. У кого будет дар слова, так он и так будет говорить. И то не надо его никуда рукополагать, там возлагать, назначать, бумажки выдавать. Пока его Бог будет этим даром прославлять, вы будете видеть, что Бог с ним. У него есть дар слова, Бог с ним. Бог отнял, что-то случилось. Другой, вы увидите в другом дар появился. Бог, значит, поменял вам пастыря. Все. Вы видите, один служил. Вы видите, он служил с ревностью, потом стал деньги воровать у собственной церкви, там нищих обдирать, да, церковь собирает, а он там себе виллу строит, наполовину там, да, все, Бог отнимет. Человек этот в грех там свалит. Бог откроет, это злодеяние. Все. Другому даст, наоборот, милующее сердце. И он у вас будет начальником по этим всем делам, там, милости какой-нибудь, по делам дьякон, как дьякон, служение было в первой церкви. Все. И каждого подаст на свое. Бог этому человеку мозги, про это он будет в компьютерах так разбираться, он у вас там будет всем заправлять, съемками там, ютубом, еще чем-то. Он ему даст эти дары, даже плотские. Мы все время забываем, что это тоже дары божьи. Ум, еще что-то, сообразительность вот эта. Тоже от Бога все. Вот что такое организация. Это живая. Да, в ней есть какой-то порядок, но этот порядок до времени. И это никакие не заповеди. И нарушать их может кто угодно, как угодно. Кажется, а зачем тогда порядок? Да, для того, чтобы его нарушать. Можно соблюдать, соблюдаем. Нарушил кто-то, это не заповедь. Это не заповедь, соответственно, это не грех. Тот, кто ее нарушил. Не вздумай его судить за это. Мы даже не можем судить, даже если человек против тебя погрешил. Твое дело подставить щеку. Это и есть любовь. Твое дело себя вырастить в любви, а не его. Ему главное проповедовать. Да, мы один раз проповедовали. Все приняли равную драгоценную веру, как Петр хорошо выражается. И потом по этой вере, что мы должны делать? Возрастать и умножаться в познании Господа. Каким образом? Показывая вере, что добрые дела какие? Конечно, с рассуждением. Конечно же, как ты их будешь делать, если ты не отвергнешься с себя, то есть не будешь воздерживаться и терпеть то, что ты от себя ущемляешь и отрываешь. В этом ты покажешь свою святость или благочестие, или что там, одни и те же слова одного и того же порядка. В этом благочестие, оно в чем состоит-то? В боголюбии, в вере мы показываем, в боголюбии. Господи, как я тебя люблю, Иисус Христос. И давай сутки мимо панигирики в своей комнате петь. Нет. Он говорит, в вере покажите братолюбие. И в этом братолюбии внутри вас откроется любовь. Какая? Во-первых, вы явитесь, что вы любите Христа на самом деле, потому что Господь сказал, если вы любите меня, вы будете любить друг друга. Именно в этом братолюбии откроется ваша любовь ко Христу. Потому что Господь сказал, если любите меня, вы будете любить друг друга. Петр говорит ровно наоборот. Покажите братолюбие, и тогда все увидят, что у вас есть любовь ко Христу. Только тогда, когда вы будете любить ближнего. Ну и в этом же братолюбии у вас явится любовь какая? Внутри. Это любовь сделает. Кажется, Бог тебя будет любить внешне. Любовь Божия к тебе явится. Потому что, Павел хорошо, Петр одно слово ставил. Братолюбие, любовь. Покажите, веря в вашу любовь. Кому? Ко Христу. Через что? Отолюбие. Вы можете только показать. А не кричать. Христос не кричал налево, направо. Как он любит Отца Небесного. И апостол за ним. Аллилуйя, Аллилуйя. Христос, я тебя люблю, и сутками будут петь ему. Не делал этого. Христос не делал этого апостола. Вся их жизнь, все их служение было служением человеку. Добрыми делами любви к человеку. Начиная от терпения всяких обид, скорбей, и кончая всем этим. А организация, это естественно. Это естественно, что люди организуются. Если к какому-нибудь брату к сестре поеду в гости, конечно же, мы договоримся, где, как меня встречать. возможно, мы распланируем неделю этой встречи, этого отдыха. Куда мы съездим, где побываем, да, это нормально. Но если мы куда-то не поедем, ни я брату не буду высказывать, блин, ты мне обещал. Мы же планировали, да, вот это грех, ты согрешил, покайся. Не он мне, если скажет, слушай, я так устал. Да ну и этот, да, с тобой побудем вместе там или вот в церкви там с братьями. Не хочу никуда ехать, что мне там ваш этот город, он мне не нужен, да, сто лет. Я к вам приехал. Все. Да, организация есть. Да, мы каждую пятницу раздаем там что-то это или что-то это делаем. Да, мы даже сказали, что это будет до конца времен. Пусть мы по воскресеньям, там собираемся, по субботам и благовествуем там. Но если кто-то не пришел, это не грех. Если уж это и грех, это его личный грех, тебя он не касается. Ты ходи благовестуй. Причем делай это с радостью. А если ты с подпалки, ты лишь закон соблюдаешь. А делами закон действительно никакая плоть не оправдывается. А возрастаешь ты в Бога только делами любви. Поэтому каждый туда ходит по свободному. А договорились мы просто, чтобы было вместе. Это же здорово. По двое, по трое ходить, да. Но мы делаем это не по закону, а просто по договоренности, что да, что мы это делаем по субботу, всем удобно. Кто-то делает по пятницам, кто-то работает два через два, не каждый работает пятидневку. Одна группа договорилась по субботам. Вот она, свобода. Но есть организованность, есть организация, получается, какого-то процесса или общей, можно назвать, организацией. Да, это нормально. Главное, чтобы она не превратилась в что в систему. А у нее есть своя атрибутика. Тоталитарность, власть, слава, там все. Да вы все знаете. Вот все, что вот этот не хотив, это все система. А все, что во Христе, во свободе, через упование на Бога и любовь к ближнему, это все хорошо. А в организованности нет ничего плохого. Но эта организованность не должна перерасти во что? В осуждение, по несоблюдению этих правил. Вот и все. Ну все, давайте на этом закончим. Что-то я уж наговорился. Панорамку я вам свою показал. Да? Давайте помолимся Господу, поблагодарим. Это единственное дело любви, которое мы можем внешне и внутренне проявлять к Богу. Господь мой и Бог наш, Иисус Христос, Бог любовь, слава тебе, слава тебе, Боже наш, слава тебе, спасибо тебе за все, за то, что просветил однажды пришедший на землю на светом истины твои, которая простая. Ты Бог любовь, а мы твои дети, образ и подобие твое. И возрастив тебе, в тебя, и усовершиться, и стать учениками, подобными учителю, только можем в одном, уповая на тебя, отвергнувшись себя, любить ближнего, теми дарами, которым каждому ты уделяешь. Ибо дух один и тот же, но дары различны. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, я благодарю тебе за все, за все, что ты подаешь всем нам, братьям и сестрам, все потребное для жизни, радости, веселья и благочестия, и для святой жизни. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спасибо тебе, Господи особое, за всех братьев и сестер моих. Спасибо тебе. Все твои благословения на всех людях, ибо все мы дети твои, но особенно на всех твоих домочадцах, детей Божьих, которые в доме твоем, и все твое наше. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спасибо тебе. Господь, Бог, любовь, Иисус Христос, всегда до скончания дней посреди нас. Кому понравился ролик, ставим лайк, кому не понравился, все равно ставим лайк, делитесь с кем считаете полезным этим роликом. Все мои адреса канальчиков на ютубе наверху, все мои контакты для связи внизу, добавляйтесь в друзья, пишите мне, знакомьтесь, открывайтесь, я всем рад, всех очень люблю, всем стараюсь помогать, делом, словом, внутренним своим пожеланием, всегда с таким настроем живу. Я открытый, простой человек, очень всем всегда, очень рад. А с тем, с кем породнился, особо трепетно дорожу, ценю и люблю. Стараюсь любить не только пустословием, но словом добрым и делом истинным. Истинным. Ну, все мои полезные ссылочки всегда справа я добавляю. На канал обычно Христолюб, где читаю Писание, ну и, кто знает, беседуем мы с братьями, сестрами, некоторые выкладываем. Смотрите, кому что интересно. Всех нежно целую, крепко обнимаю, всех храни Христос, пока-пока, до встречи в следующем ролике. Продолжение следует...